Давид, в первую очередь хотел бы вас спросить о том, что и как думает Запад. Будет ли наш главнокомандующий Валерий Залужный дальше на посту? Потому что последние дни очень много информации, будто его хотят снять или не снять. Вот Белый дом официально говорит, что это внутренние проблемы Украины, решайте как вам нужно. Но вот у меня интересный вопрос. Мне вот интересно, как Запад будет реагировать на это? Понятно, российская пропаганда будет ликовать, говорить провал, нету контрнаступления. А вот как Запад? Это тревожный звоночек или они будут это воспринимать, как нужно что-то менять, потому что асимметрию войны тоже нужно задействовать? Ну, во-первых, Запад это слишком обобщенное понятие. Есть, конечно же, разные страны, есть политики разные, есть военные в разных странах. И у некоторых из них может быть свое мнение. Например, кто-то, кто близко очень знаком к ситуации. Подчеркиваю, есть и такие, кто близко знаком к ситуации и на уровне инсайдов, и на уровне оценки принятия решений. То есть у этих людей может быть свое мнение. Однако важно, причем это мнение может быть очень даже и влиятельным. Но важно понимать официальную позицию, различать. Все прекрасно понимают, что назначение или снятие командующего – это, безусловно, внутреннее дело Украины. Однако все партнеры и союзники Украины, безусловно, те, кто в самом деле сопричастен к событиям и оказывает Украине военную помощь, тем более помощь военную и политическую, экономическую, значительно. Все, конечно, рассматривают данную ситуацию. Ну и тут же понятно, что дыма без огня не было. И президент Зеленский сам признал в интервью, что рассматривает такого рода сценарий. Я в скобках замечу, что во многих странах мира, и в частности в Израиле, если бы дело вот дошло до такого, что я рассматриваю такой сценарий, это бы можно было оценить как почти наверняка «да», я бы сказал. То есть не как вот рассматриваю, но передумаем потом. Вот скорее бы это выглядело как почти наверняка «да», но в каждой стране же ведь свои особенности принятия решений и свои расклады. Так вот, партнеры и союзники, в первую очередь, я даже имел возможность пообщаться не так давно, с кем-то, кого можно отнести к подобного рода людям, и в первую очередь оценивают ситуацию с точки зрения пользы делу. Пользы дела подразумеваются в двух аспектах, которые влияют друг на друга. Первое. Изменится в случае замены генерала Залужного на кого-либо, ну, кандидатов некоторых слышали, а может это и нереальные кандидаты, может что-то неожиданное быть, или кто-то другой. Будет ли от этого лучше на фронте? Изменится ли ситуация к лучшему от смены командующего? И несколько в общем и в стороне изменится ли к лучшему или к худшему климат в обществе, атмосфера в обществе и атмосфера в армии? И вот с этой точки зрения, собственно, рассматривается. Я не могу знать, что считают, кто и как, но судя по таким утечкам информации отдельным и общим оценкам, в целом на Западе генерал Залужный, поверьте, все отдают себе отчеты военные на Западе, что генерал Залужный, скажем так, и допускал ошибки, причем и в начале войны допускал ошибки, и, естественно, есть просчеты и ошибки, которые были допущены в 23-м году, в результате чего не выполнены были поставленные задачи наступления. Это надо смотреть правде в глаза. И, несмотря на это, генерал Залужный не просто на уровню тех, кто следит поверхностно за делом, а и в том числе тех, кто знает, что к чему, оценивается высоко и как человек все равно соответствующий занимаемой должности. И, соответственно, вопрос задается следующим образом. Если человека соответствующего занимаемой должности меняют, меняют на кого? Кто-то новый, будет ли он лучше? И какая вероятность того, что будет лучше? И изменится ли к лучшему климат и обстановка в обществе и в армии? И здесь, исходя из того, что генерал Залужный пользуется доверием широким, можно сказать, что она изменится к худшему, климат и обстановка. И это на Западе понимают. И выражают тоже сомнения по поводу того, что подобный шаг приведет к улучшению ситуации. Но, естественно, я за всех отвечать не могу. Это то, что мне видится и с чем я, в принципе, сам согласен. А вот в плане официальном, ну, естественно, это абсолютно внутреннее дело Украины. И здесь никто и близко не может украинскому президенту указать. Давид, правильно ли я понимаю, что вот важно, кто будет следующий, как вы говорите? И вот Залужный точно мы знаем, что у него были хорошие отношения, налаженные отношения и с Лойдом Остином, и Марком Миле, его следующий человек, кто стал на его позицию. А вот кто будет новый, непонятно, как с ним говорить, чего от него ожидать, как налаживать коммуникацию. И в этом тоже может быть проблема. Ну, тут, понимаете, следующее. Тут как раз это наименьшая проблема. То есть потому что новый, если назначают нового человека, наладить коммуникации, во-первых, тут же, конечно, и личное важно, и личный контакт очень важен. Но здесь важно общее понимание, что есть украинская сторона, которой нужно помогать, есть общее дело, есть долг профессиональный. То есть даже если личный контакт может быть не очень теплым, то все равно рабочие отношения должны действовать. Испортить рабочие отношения, которые уже налажены, но это было бы слишком. Я не вижу причины, что кто-то их испортит. Более того, как раз и контакта наладить можно. Я рассматриваю несколько более, я не то что рассматриваю, я имею в виду несколько более широкий план рассматриваю. Широкий план, будет ли лучше с точки зрения военной, с точки зрения компетенции того, кто придет, если мы говорим гипотетически, пока на смену генералу заложному. И это главное то, что вызывает определенное беспокойство, естественно, и у западных союзников. Потому что консенсус по поводу того, что генерал заложный, в общем-то, на своем месте, этот консенсус вряд ли изменился. А когда кто-то приходит новый, то никогда не знаешь, будет ли лучше. Опять-таки, если бы очевидно было, что генерал заложный не справляется со своими обязанностями, то тогда вопрос бы стоял иначе. Скорее всего, кто-то придет, кто будет или не хуже, или лучше. Ну, просто для сравнения, например, начальник генштаба российской армии с самого начала войны проявил себя как абсолютно несоответствующей занимаемой должности. Это и касательно планирования операции нападения на Украину, это и подготовка российской армии к войне в течение многих лет и так далее и тому подобное. Вот яркие примеры. А есть примеры, когда, несмотря на ошибки и неудачи, общий позитив все равно перевешивает. И опять-таки, всегда нужно помнить, для пользы дела, подчеркиваю, я сейчас в стороне оставляю политические моменты, эго и другие вещи, личные отношения. Польза дела, что будет для нее, для этой самой пользы лучше. И ведь еще же важно понимать, что если в пользе дела, а я подразумеваю обороноспособность Украины, и способность Украины эффективно воевать, будет нанесен ущерб, то хуже будет от этого потом буквально всем, кто любит генерала заложного, и кто его не любит. И поэтому это такого рода шаги должны взвешиваться серьезно, и только сугубо исходя из пользы дела. В том числе, ту самой пользу не будет ни политикам, ни гражданам, ни всей стране, если шаг этот себя не оправдает. Давид, хотел бы также поговорить по линии соприкосновения. Боевое это и Авдеевка, и Купенска, и Лиманские направления, и весь Восток. Фактически, да, где Российская Федерация прикладывает много усилий, чтобы наступать. У меня вопрос. Вот Авдеевка, мы понимаем, что живая сила, техника, которую там оставляют, можно так сказать, да, Российская Федерация, не сопоставима с каким-то правильным подходом в ведении боевых действий. Потому что, ну, сначала, вот, активных боевых действий очень много техники ликвидировано, очень много живой силы оставлено. У меня вопрос, почему именно такой подход? Почему именно бросать столько техники? Почему не можно как-то продумать правильно и вести бой как-то логично? Тут давайте всегда, как всегда, когда мы рассматриваем и военные вопросы, и военно-политические, всегда, конечно, желательно играться в такую игру, как ставить себя на сторону противника или на сторону участников. Пытаться сыграть за них, что называется. Ну, давайте попробуем сыграть за, это, конечно, дело неблагодарное, за Российскую Федерацию, за ее военное командование. Во-первых, когда мы со стороны, когда кто-то говорит о чьей-то логике, важно понимать, что у противника может быть логика абсолютно своя. Например, Израиль, когда воюет с организацией «Исламский джихад», желательно логику «Исламского джихада» понимать, но она очень отличается от логики нашей. И об этом никогда нельзя забывать. То же самое и с Россией, хотя отличия, в отличие от примера, который я привел, они не такие глобальные. Так вот, у российских здесь все упирается, во-первых, в подходы замысел, а во-вторых, в умение и компетенцию. Значит, воевать, воюют так, как умеют, по большому счету. Это первое. В том числе шаблонное применение техники и шаблонные атаки, это то, на что способны в данный момент во многих случаях российское командование и подразделения под их командованием находящихся. Тем не менее, они действуют не только так вот шаблонно, они и учатся, и есть примеры, когда они действуют иным способом. И вот тот самый недавний пример во Авдеевке, когда по подземным коммуникациям, предприняв серьезные усилия, атаковали украинские позиции и достигли успеха. Это вот такой пример и с другой стороны. Далее мы... Это по поводу умения. Теперь по поводу замысла. Замысел может быть следующим. Во-первых, россиянам нужны успехи. Успех может... Успех, это же ведь какой-то и территориальный успех, чисто военный, даже если он незначительный по площади, захват, но тем не менее, это все же успех. Это не неудача в плане территориальной. Это успех и медийный. То есть это с точки зрения медийной подкрепляет мораль своего общества и тех, кто особенно поддерживает войну. Наконец, если ты захватываешь даже небольшой городок, тем более, который был на слуху. Я сейчас говорю, к примеру, гипотетически об Авдеевке. Это удар и по морали противника, по морали украинцев, по морали те, кто Украину поддерживает. Что вот, несмотря ни на что, а вот был захвачен наш город, который мы долго обороняли. Наконец, еще один момент. Да, мы, мол, я условно говорю, россияне, атакуем, несем потери, но, во-первых, иногда рассчитывают, что будет лучше, а получается, как всегда, или почти как всегда. но, если мы продвинемся вот еще, вот еще, еще, украинская оборона окажется в таком сложном положении, что мы уже им, и это уже законы военной логики, что в этом случае оборона не сможет, обороняющиеся не смогут наносить нам потери, выстраивающие их пропорции, а они сами понесут тяжелые потери, потому что оборона перестанет носить организованный характер, и будет в невыгодном положении. А если мы их вообще окружим, или хотя бы устроим оперативное окружение, то тогда у нас есть шанс их разгромить, и вот тогда это будет вообще, ну, что называется, компенсация за все то, что мы потеряли в последние месяцы. То есть, я немного утрирую в этих рассуждениях, но они могут быть такие. И главное, еще важно понимать, что у разных стран, у разных организаций, у разных людей, бывает своя логика, и в том числе подразумевающая, что некие потери, недопустимые для Соединенных Штатов, Израиля или Украины, допустимые для России, ради какого-то определенного достижения. Давид, скажите, пожалуйста, как вы считаете, сколько еще могут враги Украины, я говорю о Российской Федерации, именно в такой интенсивности пытаться наступать? Мы прекрасно понимаем, что военно-промышленный комплекс, не может постоянно поставлять, да, и живую силу готовить, и технику. Вот, Буданова, руководитель ГУР, говорит, два с половиной, три месяца. Реально, могут ли Российской Федерации еще два-три месяца вот так интенсивно наступать, и может, дольше, или может, месяц нам их хватит? Тут, смотрите, прогнозировать, такие вещи можно, или то, и то, это было бы не очень благодарное дело, если у тебя на руках есть все данные, например, все или почти все, например, по людским резервам и по потерям. Например, наступление, кстати, нельзя сказать, что оно очень интенсивное. Тут, есть интенсивное на Авдеевку и есть интенсивный нажим на локальных направлениях, но с другой стороны нет наступления, которое было бы, преследовало далеко идущие оперативные, оперативно-стратегические цели, то есть крупные силы на одном участке с серьезными, амбициозными целями идут вперед, вот такого все же нет. А вот такого рода локальные наступления, давление, продавливание и сосредоточение сил на одном, довольно определенном, на узком участке, вот такое возможно ровно настолько, сколько хватает снарядов, техники и резервов на эти случаи. И вот здесь нужно смотреть, тот момент, когда у россиян, допустим, накапливается х резервов, х подразделений за счет контрактников новых, за счет того, что потери их не превышают на протяжении долгого времени, не превышают набор новичков, то в этот момент они могут давить, причем давить малыми силами на определенных участках, не преследуют далеко идущие цели, но смысл тут такой, что даже в позиционной войне потери сегодня все равно велики, тем более, что у украинцев есть и высокоточные средства, и разного рода традиционные, которыми можно наносить потери благодаря разведке и в режиме реального времени, можно наносить и тем, кто особо не дергается в атаку. Так лучше достигнуть тех успехов территориальных, даже мизерных, напрягать украинскую оборону, заставлять их использовать свои ресурсы. В общем, тут еще, конечно же, погодный фактор важен, потому что в тот момент, когда, если будет не аномальная весна, она станет распутиться, серьезная, то, конечно же, осложняются и такого рода действия с использованием техники и нужна будет передышка. В общем, наступательные операции даже вот такого, ну, скажем так, не то, что необычного типа, а специфического типа, который ведет Россия, малыми силами в разных местах, но постоянно они позволяют некую длительную непрерывность, но и эта длительная непрерывность где-то приходит к концу с исчерпанием резервов и снарядов, и не только снарядов, техники, и когда тем, кто наступает, нужно либо пополнение, восстановление, переоценка подходов или так далее, то есть здесь некая цикличность присутствует, но чтобы говорить, вот когда она может завершиться и сколько это может продолжаться, нужно иметь на руках больше данных, причем данных даже не просто каких-то конечных цифр, вот столько, а вот данных, что как расходуется в течение какого-то времени, и тогда, в общем-то, можно вычислить примерный потенциал. Давид, также хотел вас спросить о Крыме, временно оккупированном, вот у меня вопрос, так сложилось географически, исторически, что удерживать Крым не очень-то просто, и всегда тот, кто наступал, брал Крым, и вот в контексте наступления вооруженных сил Украины, мы прекрасно понимаем, что есть Керченский мост, и есть сухопутный проход Армянский и Гениченск в две наши области, и вот F-16 уже будут у нас, а вот именно оружие, которое могло бы достать до Керченского моста, мы понимаем, это логистика, логистика, это ключевая вещь в войне, ни Таурусов, ни Атакамс дальнего радиуса действия у нас нету. Как вы считаете, что препятствует Германии или Соединенным Штатам Америки дать это оружие, и есть ли какие-то, может быть, негласные договоренности, потому что, ну вот, все удары по Керченскому мосту, это все исключительно силы, вооруженные силы Украины, это либо надводные дроны, либо это фура с взрывчаткой, только наше, наше оружие. Тут, ну, во-первых, в принципе, у Украины есть ракеты Storm Shadow и Scalp, впрочем, не совсем понятно, в какой конфигурации по дальности, потому что ходили слухи, что они урезаны до 300 километров и ниже, или даже 250 километров, но цели ими поражались относительно близко от Крымского моста, я не знаю, есть ли негласные договоренности, то есть достают, скажем так, они привязаны к воздушным носителям для начала, кстати, это бы касалось и Тауруса, то есть воздушный носитель теоретически, даже если не достает из точки Х, потому что ракета урезана, ну, теоретически можно рискнуть, правда, риск может быть совершенно неблагодарным делом в данном случае и приблизиться и атаковать мост с дистанции, когда уже, да, достаешь. Но, во-первых, ракеты эти, хотя они, в принципе, в больших количествах они могут быть эффективны против моста, насколько я понимаю, но дело не в этом. Мы не знаем, есть ли такие негласные договоренности, возможно, я не исключаю, что давай эти ракеты, все страны признают формально, что Крым это Украина и что Крымский мост это незаконное сооружение, но исключать того, что какие-то либо такого договоренности, о которых, конечно, никто не скажет, могут существовать, я не исключаю. Но формально воздушного базирования ракеты, если бы они в неурезанной версии были, то ими можно достать до моста даже из глубины, я не знаю, далеко от линии фронта находясь. Если они неурезанные, представьте себе, что это хорошо больше 300 километров. атакам с дальностью 300 километров это далеко не идеальное оружие для ударов по мосту, чтобы вывести мост из строя придется очень много стрелять атакам сами, но суть не в этом. И американцы, и Германия опасаются давать свои ракеты. Таурус, в конце концов, это близкий по качеству, по характеристикам к скальпу и Storm Shadow ракета. Если ее дадут, ее тоже урежут, скорее всего, вниз 500 с чем-то километров до 300. И это будет похожий вариант, что уже и так имеется. Воздушного базирования и так далее и тому подобное. Значит, атакам с это несколько иное, хотя он надо посчитать, где он при дальности 300 километров достанет до Крымского моста. Кстати, я не совсем в этом уверен, это что-то пограничное. Но это не идеальная боеголовка. А вот что, почему не дают, а все не дают все по тому же. Американцы и немцы более осторожны в своей политике. И они считают, что передача такого рода вооружений может привести к эскалации с России определенной. А там, где эскалация с России, некий шанс есть, что это может перевести к ядерной войне. Это их главное и основное рассуждение. Но у немцев еще и рассуждения коннотации, связанные со Второй мировой войной, присутствуют. В свое время они и танки Леопард-2 из-за этой самой коннотации очень долго решались поставить. При том, что Германия оказывает Украине очень значительную военную помощь. Но вот эти психологические барьеры и, назовем это, психологополитические барьеры у администрации Байдена и у канцлера Шольца существуют. С ними, с этими барьерами потихоньку борются и преодолевают. Мы все помним, как это происходило. Отказывались то поставить, отказывались это, но в итоге потихоньку, немытьем, так катанием это удавалось. Так что не поставка Атаканс это все тоже политическое решение из-за опасения эскалации с Россией. Ну а что будет дальше? Вероятно, американцы все же примут на каком-то этапе решение поставить такие ракеты. А что касается возможностей поразить Крымский мост, ну это тот самый случай, когда видишь, что ты зависишь в важных вещах от союзников и поэтому нужно иметь собственные средства и нужно их разрабатывать. Однако серьезные собственные средства разработать с кондачка по ходу войны задача очень непростая, но для Украины задача создания эффективной длинной руки, я имею ввиду не только беспилотников, которые долетают во многие места, но и тяжелые средства, которые подразумевают и крылатые, и баллистические ракеты, способные точно поражать широкий спектр целей, подчеркиваю, широкий спектр, потому что одно дело припаркованный самолет на аэродроме, а другое дело разрушить такую конструкцию как мост или например какой-нибудь бункер или военный завод. Так вот для Украины это важнейшая задача стратегическая, насколько я слышал, над ней работают, но такая задача не решается за быстрые сроки, а вот когда она будет решена и далее прогрессировать, то это будет и очень серьезный эффект сдерживания для любого агрессора, и это будет очень серьезный инструмент для решения военных задач. Давид, вот что интересно, сначала полномасштабное вторжение России в Украину, припоминаем, что Белый дом и Байден всегда подталкивали Шольца и Германию на какие-то серьезные шаги, теперь как-то наоборот, потому что видим, что помощь ключевая, которая нужна Украине, не голосуется, и вот Шольц об этом тоже говорит, и сейчас фактически Германия это страна номер один, которая помогает Украине. Как вы считаете, вот Боррель говорит, что полтора миллиона снарядов мы Украине дадим 155-го калибра, конечно же, нацистские стандарты, к концу этого года, раньше говорили к весне этого года, время сейчас играет на чью сторону в этой войне. Время в тот момент, ну, во-первых, в принципе, если уж на то пошло, то Россия и Украина, Украина находятся в худшем положении, чем Россия, что я имею в виду, Украина подверглась серьезнейшим ударам, часть территории оккупирована, по всей территории Украины наносятся ракетные удары, множество людей стали беженцами, причем в своей стране или даже за рубежом, но не мне вам перечислять, в России ситуация лучше, поэтому для российского общества нет такой срочности и такого ощущения проблематичности, какова есть для украинцев. То есть, поэтому, когда идет длительная война в таком режиме, то всегда можно говорить, что в этом плане время, оно не в пользу Украины. Более того, Украины же собственных ресурсов мало, и поэтому Украина полагается на помощь союзников, а помощь союзников это вроде бы очень хорошо, но это неопределенность всегда. И вот то, что случилось с американским пакетом, это яркий пример той самой неопределенности, на которую, которую вроде бы не думал, что она будет иметь место, а вот она случилась. Поэтому здесь говорить, что время работает на Украину нельзя, тем более, пока этот самый пакет завис. Однако, действовать нужно теми средствами, которые имеются сейчас, и которые надо рассчитывать будут все-таки. Я думаю, что пакет американский пройдет, так или иначе, и пройдет в обозримой перспективе. Что касается ЕС и помощи касательно снарядов, то вроде бы, судя по их заявлениям, дело сдвинулось не то, что с мертвой точки, оно не было на мертвой точке, но потихоньку со скрипом выходит на новый уровень. То есть, если вот этот предыдущий пакет с миллионом, ну миллионом за год знаменитым, был заметно очень сильно недовыполнен, то сейчас, насколько я понимаю, все же темпы производства вышли на более серьезный уровень, и вот 200 тысяч снарядов обещали до марта, что это очень хорошее количество за пару месяцев, то есть буквально. Их обещали твердо, насколько я понимаю, я очень удивлюсь, если не выполнят это обещание, и сегодня говорят об этих полутора миллионах, или там миллион 300 снарядов за все про все, как о цифрах более-менее реальных. И надо надеяться, что это будет так, а не как с предыдущим миллионом. Есть, опять-таки, есть признаки к улучшению, очевидны. Это еще не то, что необходимо, и не то, что было бы идеально, ну в скобках заметим, идеального не бывает в таких случаях, всегда, снарядов всегда мало, сколько бы их ни было. Но, в общем, в общем так. И, конечно же, основная надежда и расчет в том, что американцы все же разберутся со своими внутриполитическими проблемами, поймут, что неутверждение пакета Украине это полная фиаско американской внешней политики во всех отношениях, и что это недопустимо, в том числе, и ради, в первую главную очередь, я уже не буду говорить о моральных и других собраниях, ради интересов США, внешнеполитических, в том числе, и что они соберутся с умом, что называется, а европейцы, ну, со скрипом, но двигаются и пытаются, каждый по своим, кто-то больше, кто-то меньше, но пытаются помогать Украине, насколько я слышу, и пытаются, делают это, и насколько я периодически слышу, осознают важность этого процесса, и тем более осознают важность, когда американцев, вот такая ситуация. Давид, если говорить о гарантиях безопасности, или так их называют наши союзники, в нас не очень принято называть это именно гарантиями, потому что они очень как-то выглядят, как будапештские подписи, которые ничем нам не помогли. Вот сейчас подписали уже, Сунок был в Киеве, подписали двустороннее соглашение с Украиной и Великобританией, также сейчас готовится Германия и Франция. И вот сегодня представитель Великобритании и НАТО сказал, что Украине не нужно очень надеяться на летний саммит в Вашингтоне Альянса, потому что очевидно никаких серьезных предложений может и не быть. У меня вопрос, скажите пожалуйста, насколько нужно рассчитывать, насколько нужно параллельно работать Украине над двусторонними какими-то договоренностями, такие как вот, к примеру, есть в Израиле и Соединенных Штатов Америки? Во-первых, начнем с конца. Работать нужно и еще как. Это самое важное то, что может сейчас Украина получить от своих союзников и партнеров. Кстати, важно на мой взгляд разобраться с терминологией, потому что иногда она вводит в заблуждение. Когда мы говорим гарантии безопасности, это звучит очень внушительно и подразумевает и в первую, по крайней мере у меня секунд, в первую секунду, когда я слышу такую фразу, возникает ощущение, что имеется в виду, что кто-то гарантирует твою безопасность и кто-то чуть ли не за тебя будет воевать или вмешается за тебя военной силой. И важно понимать, что когда мы говорим о вот такого рода договоренностях, кстати, и будь то Израиль-США, и будь то тем более Великобритания-Украина, это не то, чтобы кто-то гарантировал безопасность Украины собственными силами. В данном случае можно было бы условно говорить о гарантиях военной помощи Украине или военно-экономической или гарантии помощи, я бы сказал, в сфере безопасности. Причем надо тут тоже правде в глаза смотреть, всегда это держать в голове, что речь идет об односторонней гарантии. Это не коммерческий контракт, знаете, что вы подписали или двусторонний, когда обе стороны зависят друг от друга, или контракт, когда мы платим деньги, а вы нам самолет, или наоборот. Эта страна, в частности Великобритания, любая другая, в добровольном порядке, исходя из своих соображений, объявляет, что она оказывает помощь Украине или в другом случае другими странами на протяжении стольких-то лет на такие суммы. По большому счету, если у них это мнение изменится, или, например, придет к власти кто-то другой, или изменится видение ситуации, они могут это отменить. Это важно понимать, это не некая юридическая гарантия, за которую можно подать в суд или привлечь к ответственности. Это тоже надо помнить, потому что меняются реалии, и вот этого рода обязательства могут оказаться необязательствами. Тем не менее, в отличие от Будапештского меморандума и ряда других международных соглашений, двухсторонних соглашений, который был пустой бумажкой, по сути, когда страна сама берет на себя ответственность, мы вам дадим то-то и то-то и поможем в этом и этом, пока она не изменила свою политику, она будет исследовать. И в принципе нет основания считать, что большинство стран, которые сейчас уже на мази, у которых в той или иной степени соглашение такого рода с Украиной, как вот, в частности, у Великобритании, что они изменят свою политику в ближайшей перспективе, но потому что, а что изменилось? на Украину осуществляется нападение с целью демонтажа украинского государства, Россия действует так-то, так-то и так-то, и поэтому ничего не изменится, если ничего в этом плане не меняется, скорее всего, не изменится их подход. Но эта двусторонность это наиболее оптимальный вариант, потому что, когда общаться с НАТО, как с организацией, или с ЕС с организацией, это более, на мой взгляд, более, ну, как бы так сказать, не скажу забюрократизирован, но в тот момент, когда орган, принимающий решения, множество членов, свои интересы, кто-то способен заблокировать, кто-то шантажирует, и вообще все принимается вот так вот сложно, потому что их много, это всегда проблематичнее. Лучше, не то, что нужно разговаривать со всеми, но лучше всего и наиболее эффективно, как мне видится, действовать один на один во многих случаях, особенно с теми, кто склонен тебе больше всего помогать и кто это осознает, и да, над этим надо работать, и над этим работают не просто на формальном уровне, но и нужно изучать ситуацию в той стране на уровне специалистов, как лучше повлиять, создавать лобби, то есть, грубо говоря, оптимизировать эти отношения, и вот это особенно важно, вот тут я подчеркну, про разные небольшие страны я ничего сказать не могу, а вот с Соединенными Штатами, чтобы были выстроены отношения с Соединенными Штатами в плане помощи, в плане постоянного контакта и взаимопонимания, здесь нужно и лобби создавать, здесь нужно прислушиваться к специалистам, которые знают изнутри Соединенные Штаты очень хорошо американскую политику, и здесь нужно создавать связи, я не имею в виду коррупционные связи, а я имею в виду реальные, дружественные, профессиональные и другие с влиятельными политиками, влиятельными людьми и влиятельными журналистами в Соединенных Штатах, объяснять им обстановку, и чтобы объясняли эту обстановку грамотно, разъясняли, почему нужно действовать так, почему это лучше для вас, и вести эту кропотливую работу на государственном уровне на протяжении многих лет и повсеместно, и очень часто даже незаметно от широких глаз, и это работает в Соединенных Штатах, но в том числе в двух партиях, то есть не было, чтобы такого мы за республиканцев, против демократов или наоборот, то есть работать надо уметь с двумя партиями, с многими людьми, и подчеркиваю, не коррупционно, по-примитивному, а именно грамотно и прислушиваясь к тем, кто понимает в деле. Давид, я, конечно, хотел бы с вами проговорить по операции Цахал в секторе Газа, потому что последние новости вот премьер-министр Натаньяху сказал следующее, он отверг предложение Хамас о прекращении огня и сказал следующее, цитирую, полная победа Израиля в Газе уже близка. Давид, насколько реально, что близка победа Цахал в секторе Газа и насколько Натаньяху сейчас воспринимается в Израиле как лидер? Ну, давайте по поводу близости победы, значит, ну, во-первых, подразумевается, если война не будет, ну, во-первых, Натаньяху отвергает, скажем так, не прекращение огня как таковое, прекращение огня, Израиль согласился в случае обмена заложников на разного рода преференции для Хамаса, согласился принципиально и на довольно длительное прекращение огня, в том числе даже слишком длительное, на мой взгляд, но Хамасу требуется больше, Хамасу требуются гарантии прекращения войны, что подразумевает его выживание, а раз его выживание, не достижение Израилем своих целей и, в общем, получается, победа Хамаса. Значит, то, что имеет в виду Натаньяху, он имеет в виду, что победа приближается, однако речь идет не о считанных днях, речь идет о, в общем-то, многих неделях и месяцах и у этой победы будут разные стадии, то есть, понятие вот такое, он использует понятие абсолютная даже победа, но и достижимость вот этой условной абсолютной победы, она довольно отдаленная, потому что необходимо до конца сломить Хамас как организованную силу, а далее, после этого, и, скажем так, примерно на три четверти это уже почти удалось, то есть, если мы говорим о, скажем, сугубо частях и соединениях Хамаса, то, скажем там, из 24 его батальонов 18 уже, можно говорить о них как в прошедшем времени, но это не значит, что они уничтожены, они, грубо говоря, разбиты, однако, очаговое сопротивление и партизанская война с их стороны и с этих участников продолжается, и это подразумевалось. Так вот, нужно довести до конца уничтожение Хамаса как организованной силы, его запасов ракет, его производственных мощностей, его властных структур и оставшихся армейских, назовем это, это в самом деле армейские части, можно так сказать, иногда, ну, соединение было бы сильно сказано, не буду это употреблять. Кстати, батальон Хамаса это примерно 1200-1500 человек, которых есть разнообразные средства, это не такой батальон, как в обычной армии, и вот после этого постоянным нажимом с зачистками и действиями активного характера, когда ты имеешь свободу действий в газе относительную, после слома вражеской обороны, ты улучшаешь и улучшаешь свои результаты. Вот это он имел в виду, и что для решения этой задачи, когда Хамаса нет и потенциал его не то чтобы обнулен, но гораздо, гораздо ниже и не представляет и близко той угрозы, до этой цели, в зависимости от характера действий, от многих недель до пары, тройки, четверки месяцев, если мы говорим о вот этой операции фазе зачистки, которая придет после того, как последнюю организованную оборону в нескольких местах сломят, где там, где она уже сломлена, в северной части газа полностью, там эта зачистка и продолжается, но для этой зачистки тоже необходимо немало времени. Отношение к Нетаньягу, естественно, ну, во-первых, оно уже давно носило в обществе полярный характер, то есть есть те, кто его сильно поддерживает, есть те, кто более-менее, и очень много тех, кто крайне неприемлемо для этих людей. То есть это причины, этому очень долго о них рассказывать. Естественно, после того, как имело место нападение на Израиль 7 октября с катастрофическими последствиями, и очевидно, что ответственность за происшедшее несет в том числе, мягко говоря, и правительство Израиля тоже потрясающую ответственность несет за это армия, которая абсолютно не справилась со своими базисными, самыми базисными задачами, это очевидно, причем чисто профессионально, то, ради чего они существуют, они с этим не справились. Я имею в виду военное командование, которое таким образом организовало оборону и так далее, и так далее. Однако с правительства это не снимает ответственности, поэтому сказать, что улучшилось отношение к Нетаньягу после этого, конечно же, никак нельзя сказать, но пока идет война, значит, пока выглядит наиболее целесообразным с точки зрения большинства израильтян, что подчеркиваю, большинства, но отнюдь не всех, как мне это видится, что чтобы война была доведена до конца теми, кто сейчас, а дальше будут разбираться, в том числе будут и политические разборки, и следственная комиссия, и военные будут отправлены в отставку, и не только главы спецслужб или сами уйдут, или будут отправлены, я надеюсь. В общем, много чего предстоит после войны, и в том числе разбираться с нынешним главой правительства, отвечать на вопросы комиссии, отвечать придется очень сильно лидерам и тех, кто сейчас в оппозиции, и тех, кто из оппозиции вошел в правительство во время войны, потому что если они думают, что на них нет ответственности, что общество забудет об этом, не знаю, как общество забудет, но ответственности на них выше крыши, так что многое предстоит, но пока война, все же желательно в основном сосредоточить усилия на достижении успеха, тем не менее разногласия усиливаются, чем дольше все продолжается, тем больше всплывает каких-то проблематических моментов, но можно привести пример Украины, чем дольше война, тем тоже, особенно когда происходят какие-то неудачи и неуспехи, то, что мы сейчас наблюдаем, есть и разногласия между политиками, разногласия между военными и политическим руководством, Израиль отнюдь не чувств подобного рода ситуациями, это еще мягко говоря. Давид, большое спасибо вам за этот разговор, спасибо, что начали время проговорить качественно и с акцентами расставить все точки на и на процессы, которые сейчас идут и в Украине в войне против оккупантов, и в вызволительной войне Израиля против террористов Хамаса. Спасибо вам. Спасибо вам. Всего наилучшего и больше хороших новостей. Это мое традиционное пожелание в последнее время. Дякую. Нагадаю нашим новичкам, з нами был Давид Шарп, військовый эксперт. Ви обовязково коментуйте, обовязково ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь нашими разговариваниями, потому что мы обязаны знать, что происходит в этой войне против оккупантов. Меня зовут Игорь Гаврещак, мы с вами увидимся в эфире 24-го канала. Продолжение следует...